Еще один праймер, тогда на тот момент до нового года он еще только появился, это праймер от Max Factor, который называется Face Finity Primer All Day. Так, здесь заявлен SPF 20, основа под макияж, шмотирует, выравнивает поверхность кожи, уменьшает яркость пигментных пятен и покраснений, выготавливает кожу к нанесению макияжа, содержит SPF 20. Вот этот праймер, он действительно делает все то, что заявляется. Несмотря на то, что он вот такой вот беленький, на лице он не белый, на лице он прозрачный, вообще он по текстуре как какая-то сыворотка. Он не похож на праймер, у меня есть аналог приблизительный от марки Catrice и они похожим образом работают. Они оба действительно матируют, ну вот в данный момент про Max Factor мы говорим, действительно матирует, но при этом не высушивает кожу. То есть, если она была увлажнена, уже ранее хорошо увлажнена, то он ее не высушит и он действительно продлевает стойкость макияжа и он действительно немножко выравнивает тон кожи визуально. Я не пойму, как это работает, потому что все-таки у него нет тона и он не создает текстуру вот эту заблёривающую, да, как вот эти силиконовые базы. Не понимаю, как он работает, но мне он очень понравился и я его в принципе могу посоветовать, ну если не для сухой кожи, то и для жирной, и для комбинированной, для смешанной. Вот этот праймер мне понравился. Здесь 30 миллилитров и, ну, расход у него такой, не очень большой. Дальше пойдем по средствам подороже. В таких вот зеркальных баночках у меня появились две базы от Dior, которые я давно хотела и вот перед Новым годом на 40% скидках в L'Etoile я все-таки их купила. Одна база Glow Maximizer, а вторая база пор минимайзер, то есть, которая пор минимайзер, она уменьшает поры, а которая Glow Maximizer, она создает свечение кожи. Вот так эти две базы выглядят в тюбиках, одинаковые. Пор минимайзер. Вот эта база уже реально сушит, поэтому для сухой кожи нет, не советую. Она сушит очень даже заметно и быстро. Я ее собираюсь накосить на Т-зону летом, ну, там, на выходы на какие-то долгие либо, когда нужно точно, чтобы макияж хорошо держался. Я не увидела эффекта для пор, но как она железобетонно матирует и как она продлевает макияж сильно-сильно, это правда. Создает она некоторую текстуру на лице, но эта текстура супер-супер-супер тоненькая, и она как бы такая бархатистая, то есть, какой-то такой налет как бы на лице получается от нее, который, видимо, и препятствует вот этому всему сальному действию. В общем, вот, классная база, но не для всего лица, по крайней мере мне, и не для сухой кожи. Вот как я сказала, будет она у меня летом для Т-зоны, потому что летом у меня вот нос жирнится, бывает, и вот здесь середина лба, и вот здесь вот возле крыльев носа бывает жирнится. База Glow Maximizer очень красивая, у нее такой какой-то ракушечно-розоватое, слегка перламутровое сияние, но он такой тонкий, такое нежное, выглядит очень красиво. Если ее наносить как базу на лицо, а сверху или пудру, или плотный тональный крем, то, к сожалению, эффект вот этого сияния пропадает. Ее либо вы носите на голое лицо и больше ничего сверху, но это, конечно, только для тех, у кого абсолютно идеальная кожа и ничего не нужно выравнивать. Либо можно нанести какую-то тонкую тональную основу и сверху вот этот вот Glow Maximizer, который очень красиво светится и выглядит, ну, просто, просто прелесть, что какое-то ангельское свечение придает. В общем, очень мне понравилась эта вещь, и я даже немножечко ее экономлю, потому что как-то жалко ее все растратить быстро. Здесь по 30 миллилитров каждый, и, ну, в принципе, расход у нее небольшой, потому что, как я уже говорила, я не люблю, когда у меня все при все лицо сияющее, я только наношу лук на определенные зоны, которые имеет смысл подсвечивать. Понравилась мне классная штука. Продолжая разговор про Dior, я повторила Dior Skin Forever тональный крем. У меня 0,1 тон, здесь SPF 25 и 30 миллилитров. Этот тональный крем подойдет для кожи нормальной, либо комбинированной. Я не знаю, как она будет на очень жирной, и нет смысла на очень сухую кожу его наносить. Он создает покрытие уверенно среднее, во-первых, то есть он очень хорошо перекрывает тон кожи, даже если очень тоненько нанести. Если не очень тоненько наносить, то покрытие даже может быть выше среднего будет. Финиш у него чуть более матовый, чем вот своя кожа бывает увлажненная. Но мне это нравится. Лично я вот именно такой финиш как-то люблю. Его не нужно припудривать мне и слегка наношу хайлайтер на какие-то зоны и все. Он очень неплохо выглядит на лице, несмотря на то, что вот у него и плотность покрытия некоторая такая уверенная и финиш матовый. На лице его особо не видно. Он выглядит на лице ровно, лежит хорошо и держится очень долго. Хороший, стойкий, добротный тональный крем. Единственное, что мне опять-таки этот 0,10 оттенок темноват бывает. Я его наношу и прям сразу диссонанс с шеей, с руками. В общем, он более персиковый, более такой, ну чуть более темноватый. Я его могу смешивать, конечно же, со светляющим праймером, чтобы он становился светлее. Но мне очень нравится его родная текстура, его родной финиш, и поэтому вот ношу я его чуть темноватым. Вообще, это у меня будет крем на лето, а летом, ну более-менее уместно, да, быть чуть более загорелой, якобы. И последнее, это тональный крем от Clorance. Называется он True Radiance SPF 15 здесь. Оттенок я выбрала 103. Так, тональный крем с эффектом сияния. Зачитаю, что тут нам обещают. Тональный крем с легкой текстурой создает естественное покрытие с эффектом сияния, увлажняет кожу и выравнивает ее поверхность, подстраивается под текстуру кожи, идеально сливаясь с ней. Содержит бла-бла-бла такой-то комплекс, защищающий кожу от свободных радикалов и загрязнений окружающей среды. Даже указано покрытие, какое он дает покрытие от среднего до плотного. Вот так выглядит этот тональный крем, ну, как обычный классический. Насчет покрытия я скажу, что покрытие у него от слабого до среднего. Может быть, если наносить как-то очень толстое, то будет покрытие от среднего до плотного, но я так не наношу. Я его уже использовала вот досюда, если вам видно. И это был мой любимчик зимы. Несмотря на то, что он все-таки сильно мне темноват, мне пришлось его, конечно, смешивать со светляющим праймером, потому что это уже было too much, чересчур. А светлее оттенка не продавалось у нас. Он просто прекрасен. Вот этот эффект сияния, который он обещает, он действительно присутствует, но даже прозрачной пудрой, которой я пользовалась обязательно, этот эффект сияния скрадывается и остается просто эффект здоровой, увлажненной кожи, не пересушенной, никаких шелушений, никаких там точек, как бяг, что там еще бывает. И его вот этого от слабого к среднему покрытия мне, в принципе, вполне хватало. Прелесть просто. И он так комфортно ощущается на лице. Он так приятен для сухой кожи, которой была моя кожа зимой. Просто прелесть. Вот и когда я была в этом тональном креме, какое-то видео у меня было, и у меня была такая супер сияющая кожа, и все спрашивали, что это у тебя, что это на лице. Вот это был вот этот тональный крем, смешанный с осветляющей базой, и сверху были метеориты. Супер комфортный тональный крем. Сейчас я им еще немножко попользуюсь, а потом, скорее всего, уберу и уже до поздней осени, то у меня будет опять зимний тональный крем. На сегодня это было все. Такой был огромный обзор. Столько новинок у меня появилось. Что-то мне подошло, что-то не подошло, как вы видите. И как не печально осознавать из того, что мне очень понравилось. Это все какая-то дороговатая косметика. Делитесь, пожалуйста, вашими наблюдениями, что вам понравилось, что вам не понравилось из тех тональных средств, праймеров и пудр, что вы попробовали за последнее время. И всем большое спасибо за внимание. Пока-пока.